Растолкуйте слова «Верный в малом и во многом верен», а «Верный в малом, неверен и во многом» – Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. Мне очень часто приходится вспоминать эти слова, когда, чувствуя расположение к чему-либо совестью и заповедью Божией неодобряемым, нужно себя дергивать, поскольку повод дать себе свободу, он, несомненно, наталкивается на это предупреждение Господне. Не думайте, будто есть незначительные грехи, которые, отличаясь от великих своей какой-то малой мерой, не ведут к тем же последствиям, что и великие. Вот какие смыслы у этого высказывания. Ты позволяешь себе нечто малое, как бы убежденное в своем благочестии и в своем пребывании на светлой стороне улицы, что ты же не хочешь тяжко согрешать и оскорблять Господа или самому незринуться в пучину каких-то страстей и злобы, нечистоты и неприязней, но то малое – злое слово, вольность в общении, излишество в каких-то земных удовольствиях и радостях, которые созданы для подкрепления, а не для развращения, распущенности чувств или излишеств чрева или каких-то других помрачений ума. Все это, предлагаемое нам в малых дозах, имеет, предупреждает Господь, способность постепенно порабощать всего человека. Преподобный Исаак Сирин сообщает нам, что существуют малознакомые многим и малозаметные для других знаки отречения от Христа. Он их называет тайными знаками отречения от Него. Эти тайные знаки есть как раз заметные самому человеку малые себе позволенные грехи, которые квалифицируются и в этом слове святоотеческом, и в определении Господнем, как настоящее отступление человека от его любви ко Господу, от его следования за Ним, которое и проявляется в этих, может быть, еще незаметных для окружающего мира и людей, но заметных для совести самого человека, отступлениях. Эта чуткость совести непременно не должна быть игнорируема. Апостол Павел говорит, если нам зазрит наша собственная совесть, то очи Господни несравненно пронзительней и чувствительней всякой человеческой совести тем более видят наше от Бога отчуждение и наше греховное помрачение, которое еще мы классифицируем как самое скромное, начальное, малое. Коготок увяз всей птичке пропасть. Главное дело вот этого предательства, этого боготступничества уже совершается в глубине твоего сердца. Поэтому говорит и Господь в Нагорной проповеди, и гневающийся на брата своего, уже человека-убийца, и смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Отчего так строго? От того лишь, что Господь не желает нам блага или лишает нас и малого удовольствия? Конечно же, не потому, а для того, чтобы облегчить нашу победу над грехом и не ожидать, пока прилоги страстей, уже помрачающие наше сердце, перейдут в непобедимые и несокрушимые страсти и навыки. На грядке добрых произрастаний удобно исторгать маленькие ростки сорняков. И гимнет урожай, когда сорняки приобретают силу и своими корнями губят корни растений культурных и тех, от которых мы ожидаем плодов, и саморастительность всякого чертополоха, и враждебный этой привнесенной врагом рода человеческого рассады, они губят то, что должно было бы вырасти на гряде нашей души. Потому эта неверность в малом, заметная только в совести человека, непременно должна исторгаться чем же, столь же незаметным для окружающего человечества, самоукорением, не допуская никакому греху, замеченному тобой даже в тайне, даже в мале совершаемом, остаться без вот этого укола своего собственного сердца, своими собственными устами, рцы нося, да, оправдившися, говорит премудрый, говорит пророк ветхозаветный, имея в виду вот эту необходимость и жание духа самоукорения. Рцы нося, сам себя обвини в глубине собственного сердца пред Господом твоим, когда замечаешь ты недоброе его движение, сердце своего. И таким образом придет к тебе оправдание от Господа, благодатное с ним сопребывание. И напротив, тот, кто уберегает от самоукорения, уберегает от раскаяния эти греховные ростки в своем сердце, что и называет Христос малой неверностью, тот, несомненно, содействует и полной неверности, который не замедлит себя ждать в случае нашего нерадения о исторжении самоукорением и покаянием и исправлением жизни тех малых грехов, которые мы за собой замечаем. Субтитры создавал DimaTorzok